В ролях Авторы сценария Адриана Барретто и Juan Андрес Гранадос Авторы сюжета Соломанка и Гарсия Оператор Герман Плата Композитор Асвальдо Монтес Режиссер Серхио Ассорио Продюсер Ассиер Агилар София, дай мне время Что ты делаешь? Нет, что вы делаете? Не подходи ко мне Что случилось? Анибал, я просто тебе не верю Так что не жди от меня Дружеского отношения и подобных вещей Куда вы собираетесь? Прогуляться по округам? Один? Да, один А что тебе не нравится? Будь осторожен Очень осторожен Секундочку, дорогой Что случилось? Что с тобой? Я чувствую себя не очень хорошо Мне ужасно плохо Иди-ка сюда, сядь Что ты чувствуешь, подруга? В чем, по-твоему, проблема? Не знаю, я чувствую как Ты такая бледная, дорогая Что нам делать? Думаю, мне лучше лечь Ты не против? Это невозможно Вечеринка только началась Я познакомлю тебя с некоторыми классными ребятами И ты забудешь о своем недомогании Хорошо? Нет, Пилар Думаю, мне действительно нужно пойти лечь Не будет так бессердечно И не порть вечеринку Все будет в порядке Тогда я выпью стакан воды Хорошо, я пойду с тобой Подожди секундочку Мне надо открыть входную дверь Я сейчас вернусь Какие люди! Красавчик! Как это мило, что ты смог прийти Привет И ты тоже? Ладно, проходите И чувствуйте себя как дома Спасибо, хорошо Привет, всем привет Добрый вечер Привет Мэрилин, Розита Привет Ладно, проходите Знакомьтесь Друг друга вы уже знаете, да? Сантос Привет Хорошо Налейте себе выпить Боже, как вкусно! А вот и ваша выпивка Ладно, пойду немного потанцую Она не упускает его из виду даже на секунду Кто? Это новенькая Ты просто посмотри Она загнала его в угол Бедный парень Его, должно быть, заставили прийти Посмотри на его скучающее лицо Тебе смешно Не шути надо мной на глазах У всего света, Сантос Я не шучу над тобой, Фабиола И не надо лезть в бутылку Почему бы тебе не выпить немного И не пойти потанцевать со мной? Да, конечно Но зная, как ты танцуешь Скажи, почему в последнее время Все во мне тебя раздражает? Почему ты так думаешь, Сантос? Мэрилин, старушка Фабиола такая жалкая Тебе не кажется? Посмотри, как она обращается с Сантосом А я думаю, что он очень мил Розита, в любом случае Он у нее из рук ест С мужчинами так и надо Чем хуже к ним отношения Тем больше они ходят на цыпочках Ты так говоришь, потому что У тебя был большой опыт в этом деле А как же? Ты помнишь, Умберто? Прикидываться дурочкой Очень хорошая тактика И приносит хорошие результаты Посмотри вон туда Итак, вы решили, что будете пить? А что вы здесь пьете? Бурбон или ром? Я возьму немного рома с колой Прекрасно, а ты? Тоже, но если хочешь Мы сами можем сделать себе коктейли Вы у меня дома, мои гости Когда я пойду к вам в гости То там хозяйничать будете вы Сейчас вернусь Что? Пилар Что? Где твоя подруга? Ничего себе Ей стало плохо И она поднялась наверх Ну не волнуйся Простите? Разрешите пройти? Алло? Да? Секундочку Мэрлин 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 Иди сюда, тебе звонят Алло? Да, это я, кто говорит Сеньор Как поживаете? Не так хорошо, как вы, но перебиваюсь Как у вас дела? Откуда вы узнали, что я здесь? Ничего, что происходит на нашем заводе Не является для меня тайной Но я недоволен Что когда дело касается вечеринок Вы пытаетесь это скрыть от меня Нет, сеньор Это совсем не так Я просто думала, что вы Не интересуетесь подобными вещами Вообще-то Хочу сказать, что я тоже сделан из плоти и костей Но не буду больше отнимать у вас время Идите Веселитесь Большое спасибо вам, сеньор Прощайте Сеньор Подождите, я хочу вас спросить Да А почему бы вам не зайти? Вечер только начался Может быть, вы могли бы заскочить к нам? Нет, Мэрилин Мне неловко появляться там, куда меня не приглашали В таком случае я приглашаю вас прямо сейчас У вас есть адрес? Да, где-то был Но я не уверен, что смогу прийти А, черт возьми Я скоро буду Звучит прекрасно, сеньор Но не заставляйте нас ждать Целую Пока Кто это был? Просто друг Я могла пригласить друга Успокойся, дорогая Здесь и так полно непрошенных гостей Одним больше, одним меньше Не важно Алло Это я, дорогая Привет, пап Ты где? В офисе Все еще там? А мы ждем тебя к ужину Вот поэтому я и звоню Садитесь за стол без меня Здесь кое-что произошло в последний момент И я хочу разобраться с этим до того, как уйду Но, папа, пожалуйста Прости меня, девочка А как твоя сестра? Ее еще нет Что ты хочешь сказать? Где она? Понятия не имею Ты же ее знаешь, папа Она никогда не говорит, куда уходит, с кем и когда вернется Увидимся позже Хорошо, папа Не задерживайся долго Постараюсь Пока Пока, любовь моя Будь я на вашем месте, я бы пошел и постучал к ним Ожидание может закончиться только тем, что подхватишь насморк Давайте, помогу вам Вы ничего не способны сделать самостоятельно Оставь меня в покое и уйди с дороги Я позову тебя, когда мне понадобится И не надо мне приказывать, понятно? Ты всего-навсего грязный лакей моей семьи Будьте осторожны, вынимай оружие А то есть соблазн использовать его Дон Мануэль, прекратите быть таким смешным Вам надо осознать границы ваших возможностей Позвольте-ка мне прояснить ситуацию раз и навсегда Когда я говорил с вашим отцом, он просил меня поискать вас Так что давайте не будем обманывать друг друга Или же вы возвращаетесь домой, или принимаете мои условия Говорите, что вы задумали Хорошо Прежде всего, отныне мы будем в одинаковых условиях У нас не будет хозяина и подчиненного Ничего из этого Во-вторых, я уже проделал половину работы И чем меньше вы будете вмешиваться, тем лучше будет для всех нас Согласны? Можете продолжать делать то, что хотите со своей личной жизнью Но вы постоянно должны держать меня в курсе всех ваших продвижений Возьмите себя в руки, если не хотите, чтобы хоть что-то ускользнуло от вас Похоже, остаток вечера мы проведем одни А что с твоим отцом? Папа не придет, он в офисе Ты голоден? Не очень, а ты? Да, я определенно хочу есть Почему бы нам не пойти в бассейн? Прямо сейчас Только мы вдвоем Не здесь, Валерия, нет Ведь в любой момент могут прийти или твой отец, или сестра и застать нас Но мы будем совершенно одни У нас скоро свадьба, Ники И я хочу показать тебе, как сильно я тебя люблю Ты что здесь делаешь? Так как ты решила не поднимать эту чертову трубку, мне пришлось ехать сюда Нам надо поговорить Даже не думай Ты хочешь свести меня с ума? Нет, сыночек Ты меня давно уже не интересуешь Где ты была прошлой ночью? Я тебе уже говорила Ходила танцевать с друзьями И если ты думаешь устроить мне сцену ревности, то можешь возвращаться туда, откуда пришел Я устала Берегись, Виктория Ты не знаешь, каким я могу стать, если меня вывести из себя Перестань угрожать мне Это я сейчас выйду из себя Я устала постоянно находиться у тебя под колпаком И прятаться здесь, потому что ты меня стесняешься Я предупреждала тебя уже тысячу раз, Сальваторе Но ты не хотел меня слушать Я отдала тебе всю себя целиком Словно ты был королем Отдала тебе мое тело и мою душу И что получила взамен? Ну я люблю тебя, Виктория, и ты это знаешь Теперь твоя любовь для меня ничего не значит Не понимаю Чего ты хочешь, если у тебя есть все, женщина? Ради бога! Ты прекрасно знаешь, чего я хочу Стать твоей женой Сделай мне одолжение, отнеси это Санте и его подружке Софии я отнесу сама Она себя плохо чувствует Правда? Почему? Это все ее... То есть, ну, эти женские дела Ты понимаешь? Боже, как я люблю эту песню Давай поменяемся Я отнесу выпить гостям, а ты понесешь это Софии Иди прямо туда Думаю, что она спит Иди, иди Я хочу познакомиться с твоими дочерьми Хочу, чтобы они узнали, что между нами Послушай, Сальваторе Я не собираюсь больше мириться с таким положением Так что подумай Или ты перестанешь встречаться со мной, как с обычной проституткой Или все закончится прямо здесь и сейчас Хватит, Сальваторе Игра окончена Хорошо, дорогая Но дай мне, по крайней мере, пару дней, чтобы подумать Здесь не о чем думать Ты требуешь невозможного Значит ли это, что наши отношения – ничто иное, как ложь? Я этого не говорил Хорошо Ладно Но не думаешь ли ты, что я настолько глупа, что дам тебе много времени? Я даю тебе подумать до завтра И ты должен найти решение этой проблемы Но пойми же И ни дня больше, Сальваторе Ни дня больше Виктория, пожалуйста, не горячись Дай мне больше времени Оно мне нужно больше, чем когда бы то ни было Уходи, Сальваторе Ходи, Пилар Привет Привет Это ты? Тебе плохо? Немного Что случилось? Не знаю Мне просто нехорошо И я не знаю, из-за чего Пилар прислала тебе это Выпей, и тебе станет лучше, вот увидишь Спасибо, Тонью Почему ты не послушалась меня? Я же тебе говорил, что нужно было обратиться к врачу Я постараюсь попасть к нему завтра Обязательно Хорошо, а теперь отдыхай Ну вообще-то я был бы рад, если бы ты присоединилась к нам Может, в другой раз Тонью София, ты выглядишь не очень хорошо София Пилар Пилар Вы не можете сейчас уйти Вы только что пришли Дело в том, что Франческо спешит Это не проблема Мы можем вызвать такси для неё А ты останешься здесь Да, это не проблема Я могу доехать домой сама Правильно Нет, даже и не думай Я отвезу тебя домой Нет, Пилар права Да Хорошо Тогда позвольте мне сказать до свидания Всего хорошего Увидимся, пока Не уходи Пилар, пожалуйста, пойдём со мной Что случилось? Чего такая спешка? Куда ты меня тащишь? Пилар, я серьёзно Пожалуйста, пойдём со мной Постой же Франческо Постой Знаешь что, расслабься и останься здесь Помоги мне поймать такси и возвращайся Тебе обязательно быть такой грубой Грубой? Ты не видел, как отнеслись ко мне твои друзья? Им совсем не понравилось, что ты пришёл со мной Какая разница? Я всё равно провожу тебя до дома В этом нет необходимости Послушай, ты что, расстроилась из-за меня? Нет, не из-за тебя Просто мне неуютно с людьми, которых я не знаю Ну ладно, ты можешь быть недовольна сама по себе Но не заставляй меня испытывать стыд Стыд? За кого ты меня принимаешь? За женщину, которая ведёт себя со мной глупо и безрассудно В моём родном городе принято, если кто-то приглашает женщину провести вместе вечер Он приезжает за ней домой, а после того, как вечер закончится, отвозит её в то же самое место, откуда забрал Не будь таким примитивным Это может происходить в твоём родном городе Который, наверное, живёт ещё в каменном веке Но здесь всё давно изменилось И все эти мачо здесь немодны Я просто ненавижу такое поведение Понял, но всё равно я отвезу тебя домой Я сказала нет Я сделаю это, Франческо Даже не думай Я сказал да Я провожу тебя Отпусти меня, Сантьяго Отпусти меня Такси Отпущу, если ты успокоишься Опусти меня вниз Только если успокоишься Ладно, опусти Такси Следуйте за той машиной Не упускайте их Дорогая, что с тобой? Ответь мне Что нам делать? Собери её Я пойду поймаю машину Давай Подруга Помоги мне Держись Ты собираешься испортить нашу вечеринку? О боже, правый Быстрее, Тоньо Сантьяго, пожалуйста Оставь меня здесь Ты меня слышишь или нет? Дай мне свой адрес Высадите меня здесь, сеньор, пожалуйста Большое спасибо Франческо Ты заставляешь меня отчаиваться Если ты не успокоишься Я брошу тебя Прямо здесь и сейчас Именно этого я и хочу Чтобы ты бросил меня здесь А теперь можешь идти Ты уверена? Знаешь, поступай как хочешь Она из породы рассерженных женщин, не так ли? Да В этом районе немного опасно Поехали Следуйте за тем такси Простите, сеньор, но я не занимаюсь такими делами Вас когда-нибудь предавали? Женщина, которая только что вышла, моя жена А тот парень её любовник Вы должны были сказать это раньше, брат С женщинами надо обращаться сурово, брат Не показывать им своё сочувствие Сеньор, это нам нужен врач Где ваша карта социального обеспечения? Что? Не говорите, что у вас её нет Пожалуйста, поймите, это очень срочно В таком случае вы должны заплатить за приём Пилар, у тебя есть деньги? Ни единого песо Сеньор, это у нас нет денег, но обещаю, я принесу Вам лучше отвезти её в государственную больницу Вы осознаёте, что здесь происходит? Таковы правила, я должна их соблюдать А мне плевать на ваши правила У меня здесь девушка, которой срочно нужна помощь Сеньор, пожалуйста, уходите Я никуда не уйду, никуда не уйду Успокойся Я не успокоюсь, Пилар, не успокоюсь Им нужно разместить свою больницу прямо посреди торгового центра И поставить снаружи клоуна, чтобы демонстрировать их продукцию Где ваш здравый смысл? Послушайте меня Если с ней что-нибудь случится То ответственность за это полностью будет лежать на вас Так что, если не хотите проблем, вызовите мне доктора немедленно Вы что, оглохли? Что здесь происходит? Из-за чего вся суматоха? Прошу вас, сеньор Доктор, у меня нет денег, нет страховки, у меня ничего нет Все, что у меня есть, это девушка, которой срочно требуется помощь Хорошо, но сначала успокойтесь Доктор, дело в том, что эта девушка беременна В таком случае следуйте за мной Мне нужен санитар с носилками Большое спасибо, а ты успокойся Куколка, тебя подбросить? Нет, спасибо, я жду своего друга Послушай, а почему нет? Смотри, тебе не убежать от машины Спасибо! 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 Какая-рекция? Это решение Вы отвечаете Если tecnologia То есть, что она неージонідка Может быть, она должна быть Оереж revenir Что то Или Все Эксперт Только один из Родригесов остался в живых, и именно он убил твоего брата. Прямо здесь, рядом с этим телом. Я хочу, чтобы ты поклялся памятью брата, что ты его найдешь и покончишь с этим навсегда. Запомни это, Мануэль. Ты боишься, тебя пугает ответственность совершить месть, потому что ты всегда был трусом, сыном которого мне приходится стыдиться. Ну послушай хорошенько, с твоей помощью или без нее, я найду убийцу моего сына, даже если мне придется искать его в самом дальнем уголке этой планеты. А теперь убирайся. Привет! Как все прошло? Сеньора Фабиола, вы меня напугали. Успокойся, я тебя ждала. Но, пожалуйста, зови меня просто Фабиола, хорошо? Фабиола. А где Дон Сантос? Спит. Ты заставил меня поволноваться. Прошу прощения, мне надо было проводить Франческу. Знаешь что? Мне кажется, что ты слишком далеко зашел с Франческой, потому что ты совсем ее не знаешь. Ты не знаешь, какие люди живут в этом городе, так что, пожалуйста, будь осторожен. Да, сеньор, и я говорю это потому, что нравится тебе это или нет, но ты все еще беззащитный провинциальный мальчик, который нуждается в заботе, поддержке и защите. Кто-то, кто действительно тебя знает, должен присматривать за тобой, принимать себя таким, какой ты есть, чтобы ты не обманывал ни себя, ни других. Ладно, сеньора. Фабиола. Фабиола. Я благодарен вам за ваши слова, но мне надо научиться жить в богате самостоятельно. В любом случае, я не собираюсь всю свою жизнь оставаться с вами в вашем доме. Нет, нет, я не это имела в виду. Просто позволь нам позаботиться о тебе, потому что ты не должен путаться со всеми людьми, которые тебе попадаются. Ведь неизвестно, что на самом деле замышляют эти люди, Сантьяго. Разреши, я помогу тебе, позабочусь, чтобы ты нашел верный путь. Ладно, принесу тебе что-нибудь поесть. Нет, сеньора Фабиола, вы, должно быть, очень устали сегодня. Нет, я совсем не устала. Пошли, выпьем что-нибудь и поболтаем по-дружески. Неужели ты не видишь, как мне скучно здесь одной, где не с кем поговорить? Поговорим, пока будем пить. Присаживайся, иди сюда. Фабиола, дело в том, что я очень устал. Не важно. Поговорим завтра, хорошо? Я с ног валюсь. Нет. Конечно, сестренка, я подожду вас обоих здесь. Нет, все остальные уже ушли. Хорошо, в таком случае, да поможет ей Бог. Похоже на то, что у этой девочки беременность с осложнениями. Бедняжка, правда? Бедняжка. Почему? Нет, скажи мне, Мэрилин, с тех пор, как она приехала сюда, она приносит одну проблему за другой. Она испортила мне вечеринку, чтобы получить удовольствие. Не будь такой злой, Розита. Злой? Я не понимаю, что себе думают эти провинциалы. Приезжают сюда, чтобы создавать всем проблемы. Лучше бы оставались в своих идиотских городишках. Розита, насколько мне известно, ты сама с равниной, не так ли? Да ну и что? Я живу в богате уже немало лет. И кто тебе сказал, что равнина – это провинция, Мэрилин? Кто? Значит, равнина – это не провинция. Нет, мадам. Как раз вовремя. Кто это еще в такое время? Здравствуйте. Здравствуйте, сеньор. Как дела, сеньорита Монрой? Все хорошо, входите. Здравствуйте. Добрый вечер, сеньорита Эспиноза. Как поживаете, сеньор Гарсия? Надо же, а я думал, что к этому времени здесь будет более оживленно. Не говорите мне, что я пришел самым первым. Нет, сеньор Гарсия. Дело в том, что вечеринку пришлось закончить из-за одной проблемы. И что случилось? Что-то серьезное? Нет, сеньор, кое-что не очень важное, понимаете? Мне грустно это слышать, потому что мне как раз хотелось немного встряхнуться, избавиться от стресса и хорошо время от времени идти на контакт с рабочими, узнавать, чем они живут. Ну, понимаете, что я имею в виду? Да, сеньор. Здесь вечеринка закончилась, но если вы хотите, мы можем продолжить где-нибудь еще. У меня такое настроение. Сеньорита Монро, и что касается меня, то я полностью готов. Тогда прошу прощения. Розита, да ты совсем сонная? Нет, почему? Ну, я останусь, потому что мне надо подождать Пилар и мою подругу Софию. Да, конечно. Так жаль. С днем рождения, сеньор. Нет, дорогой Шиевен, у меня день рождения в апреле. Да, но это у меня. Понимаю. У тебя день рождения. Представьте себе. Поздравляю. Я пришлю тебе небольшой подарок. Что-нибудь на память, потому что алкоголь вредит здоровью. После вас, сеньорита Монро. Как вы себя чувствуете? Я не знаю, что со мной случилось, доктор. Но мы тоже не знаем. Я направлю вас на обследование, и мне нужны кое-какие анализы, чтобы выяснить, в чем дело. Как долго вы беременны? Три месяца. Три месяца. А раньше с вами случались подобные вещи? Я имею в виду обмороки. Нет, доктор, никогда. Посмотрим. Я в некотором затруднении. Ваш друг сказал мне, что у вас нет карты социального обеспечения. Но то обследование, на которое я должен вас направить, слишком дорогостояще. Я просто не знаю, что делать. Доктор, я чувствую себя уже лучше. Сядьте и расслабьтесь. Я знаю, что вы в порядке. Но внутри вас очень хрупкое создание, и вы должны это помнить. Каждое усилие и напряжение может обернуться опасностью для него. Посмотрим, что мы можем сделать. Сядьте. Я предписываю вам больше отдыхать. Вам нельзя заниматься спортом и никакой работой, требующей много усилий. Вы должны сидеть дома, согласны? И через пару дней, когда я получу результат, вы придете ко мне, и мы посмотрим, что нам нужно делать. Договорились? Доктор, вы думаете, что это что-то серьезное? Мне не хотелось бы гадать, устанавливая диагноз. Но, судя по всему, у вас проблемы с сахаром. Не волнуйтесь вы, отдохнете и займетесь своим здоровьем, но прежде всего вы позаботитесь о своем ребенке, хорошо? Хорошо. Куда едем, куколка? Сеньор, пожалуйста, увезите меня отсюда. Я отдам вам все, что у меня есть в кошельке. Только увезите меня отсюда. Успокойтесь, сеньорита, пожалуйста. Я направляюсь на север. Вы подвезете меня? Хорошо, садитесь, Монрой. Проходите сюда, но соблюдайте тишину. Боже мой, так это офис шефа? Невероятно. Я работаю на эту компанию уже пять месяцев, но впервые попала сюда. Сеньорита Монрой, давайте посмотрим. Нам нужно быть очень аккуратными здесь и сохранить все в порядке на своих местах, как и было. Никто не должен знать, что мы были здесь хорошо. А почему нет, сеньор? Ну, потому что. Только не говорите, что хотя бы раз в жизни вы не мечтали посидеть за этим столом, верша судьбу всей компании, ведь так? Много раз, Мэрилин, много раз. Вы даже не представляете, сколько. Сеньорита Монрой, мне очень стыдно. Но знаете, сейчас, когда мы здесь, и все вокруг замечательно. Позвольте мне открыть мое сердце и признаться вам кое в чем. Вы мне очень нравитесь. Очень, очень нравитесь. Сеньорита Монрой, готова поспорить, что вы всем девушкам говорите то же самое? Нет, нет, это не так. Послушайте, я наблюдал за вами. И кроме того факта, что у вас милая фигурка, я могу сказать, что когда смотрел в ваши глаза, понял, что вы умная девушка. Очень умная. Правда? Да, да. Кстати, вы понимаете, что я чистолюбивая и страстная женщина. Очень страстная. Это правда? Женщина, которая ищет мужчину, способного возвысить ее и помочь ей сделать карьеру. Но почему вы не говорили мне об этом раньше, Мэрилин? Почему? Просите все, что хотите. Но делайте это честно, и тогда вам ни в чем не будет отказа. У меня есть такая возможность? Да, и не одна, а сотни, тысячи. Двести тысяч. Просите. Вы уверены? Да, все, что пожелаете, все, что угодно. Я хочу быть вашей секретаршей. Папа, ты меня напугал. Где ты была? Если я тебе скажу, ты не поверишь. Где ты была, Франческо? На вечеринке с моими товарищами с завода. Как далеко ты собираешься зайти в этой своей глупости? Пока ты не убедишься, на что я способна, чтобы заставить тебя изменить свое мнение. И ты думаешь, что путаясь с теми людьми, ты ступаешь на правильный путь? Франческо, ты подвергаешь себя опасности и можешь испытать самое большое разочарование в жизни. Заигрывая с ними, ты демонстрируешь им отсутствие уважения. Кто это говорит? Ты проиграешь, Франческо. И не только мне, но и всем им. Ты даже не представляешь, что делаешь. И не знаешь, какие последствия может принести твое упрямство. Знаешь что, папа, я очень устала. Спокойной ночи. В следующий раз, по крайней мере, изволь позвонить и поставить нас в известность. Где ты находишься? И не подумай, моя жизнь не принадлежит мне, и я буду делать с ней все, что угодно. Нет, пока ты живешь в моем доме. В таком случае, я уезжаю. Давай, прямо сейчас. Как пожелаешь. КОНЕЦ Какое счастливое совпадение. Я как раз думал о том, что Глэдис слишком долго работает со мной. Хотите стать моим личным секретарем? Что вы на это скажете? Да, сеньор, но попытайтесь хоть немного себя контролировать. Не все сразу. Сначала докажите это. Да. А потом мы посмотрим, как быть дальше. Если бы вы не были таким потным, я бы вас поцеловала. Но... Простите меня, сеньор. Мэрилин. Мэрилин. Постойте, я сейчас высохну. Мэрилин. Доброе утро. Доброе утро, Франческо. Знаю, я не прав, дорогая. Папа, ты не думаешь, что в последнее время очень часто поступаешь неправильно? Но это также и твоя вина. Почему это, папа? Единственное, что я хочу, так это показать себе и тебе, что я способна на лучшую жизнь, чем быть миссис Кэббедж, как ты мне предлагаешь. Я в этом не сомневаюсь, но ты не должна заходить так далеко. Отец, мы заключили сделку, которую я, по крайней мере, со своей стороны воспринимаю серьёзно. Но оказывается, что для тебя это всего-навсего игра, прихоть. Поверь мне, если бы я была мужчиной, я бы вела себя по-другому. Вот что я хочу сказать, отец. Ты не права. Так давай, докажи это. Как? Соблюдай наше соглашение. Веришь ты или нет, оно стало чем-то очень важным в моей жизни. Хорошо. Ладно, пусть будет так. И ещё одно, папа. Я не хочу, чтобы ты использовал тактику притеснения к тем людям, с которыми я подружилась на заводе. Где? Понятия не имею, Дон Сантос. Где-то в Нижнем городе. Эта женщина была слишком агрессивна. Не важно, что она была агрессивной. Не стоило так поступать. Да, Дон Сантос, я знаю. Вы правы. Так нельзя было делать. Но что я могу, когда я не привык к такому заносчивому отношению со стороны женщины? В любом случае, сейчас важно убедиться, что с ней не случилось ничего плохого. Сомневаюсь, что кто-то захочет иметь дело с женщиной, у которой такой характер. Интересно, что мы, мужчины, совершенно не способны рисковать собственными жизнями, если вдруг встречаем опасную и трудную женщину. Дон Сантос, эта женщина сводит меня с ума. Это же очевидно, мой дорогой друг. И мне жаль тебя, поверь. Но еще больше мне жаль ту девушку, которую ты оставил в своем городе. Тебе не кажется, что ей следовало бы знать всю правду? Почему ты не напишешь ей и не расскажешь, что происходит? Нет, Дон Сантос. Я не забыл Софию, никогда ее не забуду. Все будет по-прежнему, как только я вновь увижу ее. Не обманывай самого себя, парень. Вскоре ты перестанешь упоминать даже ее имя и думать о ней. Но хуже всего, что ты перестал ее искать. Таким способом очень трудно найти то, что потерял, независимо от того, сколь важным это может быть. Тонио, мне так неловко перед тобой. Зачем ты взял на себя все эти проблемы? Хочешь знать правду? Потому что Пилара угрожала мне и сказала, что если я тебе не помогу, она меня зарежет. Что ж, звучит неплохо. Это шутка, Тонио. На самом деле я тебе очень благодарна. Спасибо. Если серьезно, то выходные – это самое тоскливое время для такого одинокого человека, как я. Я не нашел лучшего занятия и очень рад, что смог помочь тебе. Куда мы направляемся? Пилар дала мне адрес не слишком дорогой лаборатории. Есть идея получше. У меня есть друг, он работает в одном из таких мест. Так что поедем, навестим его, может быть, он сделает нам хорошую скидку. Я просто не знаю, как благодарить тебя, Тонио. Огромное спасибо. Не думай об этом. Посмотрите, ваша основная проблема – уровень сахара в крови. И хотя это не слишком влияет на беременность, я собираюсь просить вас больше отдыхать и придерживаться строгой диеты, хорошо? Значит ли это, что со мной все в порядке? Вы в прекрасном состоянии. Беременность проходит нормально, у вас нет никаких проблем, и я хочу вас поздравить. И вас, сеньор, тоже. Действительно, мне всегда нравились мужья, которые сопровождают своих жен на эти обследования. Так можно увидеть, кто будет хорошим отцом. Да, конечно. Я полностью с вами согласен, доктор. Более того, это мой первый сын, и поэтому я хочу дать ему всю любовь и поддержку, которую могу. Наверное, странно чувствовать внутри себя новое состояние. Представляю, как вы, женщины, преображаетесь. Эти вещи всегда привлекали мое внимание. Тонио, зачем ты сказал врачу, что ты отец ребенка? Не знаю. Наверное, первый порыв. Но не смейся надо мной. Я тогда почувствовал, как меня затронула мысль о том, чтобы стать отцом. И даже на какое-то время я представил, что это мой ребенок. София, я выбрал для себя очень странную жизнь, и знаю, что немногие могут понять меня. Но я особо не придерживаюсь идей о традиционной семье или идеальном союзе. Нет, для меня этого не существует. И на самом деле, мне нравится жить одному, мне нравится одиночество. Но на этом этапе моей жизни я также думаю и о том, чтобы стать отцом. И меня завораживает эта мысль. Думаю, что любой очень много может сказать ребенку, но также многому может и научиться у него. Это возможность передавать знания, которые кто-то накапливал всю жизнь. И ребенку не придется самому проходить через все испытания, чтобы что-то узнать. Как я могу передать это? Это похоже на прекрасный, идеальный контакт с поколением, которому мы больше не принадлежим. Контакт с прошлым, я хочу сказать. София, могу я задать тебе один вопрос? Кто отец этого создания? И как его зовут? Диего. Диего Родригас. Принеси мне его резюме. Прошу прощения, какие-то проблемы, сеньор? Нет. Я просто хочу знать, кто работает на меня. Понятно. Очень профессионально. Что ж, я пришлю вам его личное дело в течение дня, сеньор. Сейчас, Гарсия. Отчет по бюджету, который вы меня просили подготовить к пятнице. Прошу прощения, сеньор. Сеньорит Виктория. Фильм озвучен студией ИНИС по заказу компании Централ Партнершип. Централ Партнершип Это, Гарсии.